Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда? Не знаю. Это когда ты что-то доброе делаешь. К человеку хорошо относиться. Это делаешь людям пользу. Когда ты помогаешь с полушкой. Я считаю, что добро – это когда люди помогают друг другу. Такое не чувство, а желание помочь какому-нибудь человеку. Например, сидят на улице какие-нибудь люди, у которых очень мало денег. И они просят, что дома. Добро – это хорошее отношение к людям или все то, что приносит счастье людям и приносит какое-то удовлетворение. Это как счастье, радость и улыбка. Хорошее отношение к людям и счастье. Когда людям приятно. Это когда помогаешь человеку в чем-либо. Совершение хороших поступков и такая черта характера, которая должна быть у каждого человека. Добро – это такое чувство, когда ты хочешь петь и веселиться, когда ты совершаешь добрые поступки и все тебе рады. То, что мы несём человеку, когда человеку приятно. Добро – это добрые поступки, которые можно сделать для человека. Когда ты приносишь другому что-нибудь, свою частичку, ты ему помогаешь. Но есть два добра. Есть добро, которое делается всем, а есть добро, которое делается только одному человеку, а другому это неприятно. Когда ты к человеку относишься очень приятно, ему тоже приятно, и это тебе возвращается тоже. Это самое лучшее в жизни, то, что нравишься людям, когда ты делаешь добро некоторым людям очень приятно. Необходимое качество человека – это радость, счастье. Добро – это добро. Помогаешь людям и делаешь добрые поступки. Помогать всем людям быть добрым и вежливым. Помогать людям быть добрым и вежливым. Добрым и помогать старшим своим родителям. Помогать старшим и выступать в местах старших. Помогать старшим. Помогать мужчинам. Помогать хороших. И даже когда добро делается не так, а просто обомочить, например, однокласснику с домашним заданием, или даже как в некоторых мультиках про Суперменов, он же мир спасает, он делает добро. Быть добрым — это значит совершать хорошие поступки, делать добрые дела. Это значит помогать всем людям и своим друзьям, помогать всем, кто тебя обожает, делать хорошие поступки. Помогать людям, доставлять им радость. Это, например, надо помогать своим друзьям, и они благодарят и защищают своих друзей. Быть добрым — это совершать хорошие поступки, быть честным и искренним тем человеком, кому ты хочешь сделать добро. Кому-нибудь помогать, когда у него нет помощи, и знать, что тебе это вернется. Да. Нужно совершать хорошие поступки, всегда дружить со всеми, и делать только приятный мир, и знать, что это к тебе обязательно вернется. Да. Творить людям счастье, чтобы им все было лучше. Ты желаешь человеку всего самого лучшего. И когда ты помогаешь ему в сложной ситуации. Я считаю, что быть добрым — это когда человек совершает хорошие поступки, и к нему возвращается это добро, которое он совершает. Нельзя быть добрым ко всем. Бывает то, что ты одним добрым, а другим ты злым представляешься. Нельзя быть одним. Ну, надо всем помогать. Не только людям, но и другим существам, которые живут рядом с тобой. Это помогать всем, дружить со всеми, понимать всех, и помогать старым людям. Быть ко всем очень добрым, чтобы они к тебе так же относились. Ну, приносить счастье, частичку счастья каким-нибудь другим людям, которые будут очень рады. Помогать другим людям и доставлять им радость. Быть супергероем для всех. Мама, папа, родственники. Мама, папа и мои родные браки. Родные учительницы. А еще моя старшая сестра, она мне всегда помогает. Моя семья и моя подруга. Мой старший брат и мама с папой. Добрый человек – это моя мама, потому что она очень любит меня. И свои родители – это лучшие добрые люди в мире. Арина Баккина. Когда у нее что-то просится, у меня все время любят. Самый лучший добрый друг для меня – это мама. Она всегда может помочь, и она никогда не любит. У меня два лучшего друг друга. Самые добрые для меня – это Лиза и Арина. Для меня добрый человек – это мой друг для меня. Это ты? Да. Ну, для меня добрые люди. Это Лиза, Даша, Никита и Артур. Ну, я их считаю добрыми, так как они хорошо ко мне относятся. Ну, я считаю их добрыми. Самый добрый человек – это мама. Она тебя в любой момент утешит и приласкает. Это мои родители и учителя. Они всегда могут преподать тебе урок. Это моя семья. Они всегда помогут. Я знаю одного очень доброго человека, нашего учителя по математике. Она всегда несет нам добро, всегда нам помогает. Для меня самый добрый человек – это мама и мои родители. А еще у меня есть друзья Денис и Алина. У меня самый близкий друг и единственный в классе – это Соня. Еще очень хороший у нас учителя, особенно Оксана Викторовна. Она только пришла к нам, она сразу стала нас как бы как наседка за нами. Это моя мама, мои подруги Аня и Арина и мой классный руководитель Оксана Викторовна. Это моя семья и весь мой класс, включая всех учителей. Это мама и мои две подружки Аня и Маша. Это Влад, Миша, Артур, Денис и Даша. Самый любимый человек и самый добрый для любого ребенка – это мама. Здравствуйте, 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 все мамы планеты Земля. У зорьки лучистые, ясные, над вами восходит свиняк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok